всем здравствуйте сегодня я буду вам рассказывать как я собираю корзину с хризантемами и розами у нас было очень много просьб собрать корзину и вот вы сейчас видите как я приклеиваю ручку корзину потому что ручка продается отдельно корзиночка отдельно всегда я стараюсь приклеить теперь я беру оазис оазис можно выровнять под корзиночки можно по верхней части это уже кому как удобно отрезаете вот так наискосок потом уазе будем мочить и поставим его в корзиночку и не забудьте еще прежде вот поставить пленку и потом ставим уже оазис края пленки соответственно мы с вами отрежем чтобы они не торчали и приступим делать зелень вот сейчас я отрежу клееночку а теперь смотрите папоротничек я сейчас примеряю да насколько мне нужно длинный сделать папоротник вот все-таки я его скорее всего решу сделать немножечко покороче папоротника уходит где-то штучек 8 те листики от папоротника которые у меня остаются я их потом поставлю вторым рядом вот так вы ставите и будет по три уголочка с каждой стороны корзинки вот таким все это делать очень просто и вот все что у меня осталось от папоротников я ставлю вторым рядом получается у меня такая юбочка двухъярусная пушистая теперь устанавливаем розы делаю я их по диагонали очень хороший совет который мне однажды дали когда у вас больше пяти роз как их поставить примеряю я разными способами розочки какие мне сподручнее какие мне удобнее каким удобнее способом поэтому смотрите как вам будет удобно головкой вниз не посмотрите сколько вам нужно будет купить в оазис ствол розы и вот смотрите сейчас я поставлю по диагонали очень красиво кстати получается когда вы ставите розы по диагонали отрезаем обязательно листву снизу отрезаем шипы и вот так вот таким вот образом розы обязательно нужно заранее подготовить я не сразу подрезаю розы очень коротко их подрезаю в процессе лишнее срезаю конечно же заранее здесь я тоже сделаю по диагонали я сейчас покажу какой диагонали я буду придерживаться чуть позже это будет скорее всего но мы сейчас с вами все это посмотрим самое сложное иной раз установить в корзине розочки вот смотрите вот такая диагональ такая и здесь теперь мы устанавливаем хризантемы в нашу корзину я тоже заранее подстригла и буду ставить их между розами самые 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 пышные я поставила наверх хризантемы я устанавливаю чуть ниже розочек потом правда я все равно розочки опущу немножко потому что у меня не сразу получится шарик такой но это все процессе главное не вытаскивать цветы из оазиса поскольку образуется воздушная пробка и цветок не будет пить воду из губки это обязательно учитывайте если у вас цветок какой-то выскочил из места куда он был поставлен то обязательно переставьте его заново и сделайте другое отверстие не углубляйте его в одно тоже место крайне хризантемы я срезаю потом они пригодятся поставить их по низу нашей корзины все места где нужно будет один-два максимум цветочка вот сейчас я установлю вторую хризантему вы посмотрите как она освежит корзинку нашу как-то будет красиво я сейчас примеряю как поставить и то есть я не просто ставлю ставлю а смотрю как встанут хризантемы которые на акустике находятся соответственно к центру я ставлю теми цветочками которые повыше во внешнюю сторону направляю хризантемы которые чуть ниже идут на пусте и таким образом я уже автоматически придавать форму корзине надеюсь вы поняли о чем я говорю вот видно даже здесь что цветочки у хризантемы часть ниже часть выше поэтому те которые выше я поставила к центру и продолжаем ставить хризантемы между розами вот сейчас я уже заканчиваю это делать у меня сюда ушло около 11 хризантем чтобы заполнить все пространство поскольку я не использую больше никакой зелени никаких цветов то у меня только два вида цветов хризантемы и розы почему собираю такую корзину потому что попросили такую собрать вот здесь я заканчиваю уже человек пришел покупатель сказал хочу вот корзину 7 роз и белый хризантем больше ничего не хочу вот у меня появилась возможность я решила снять видео и показать как мы собираем такие вроде как бы простые но есть никакие некоторые нюансы да вот собираем такие корзиночки на видео конечно это все не будет показано но я немножечко подровняю да и розы и хризантемы это все естественно и вот смотрите что у нас с вами получилось пишите свои комментарии ставьте лайки задавайте вопросы буду ждать от вас пожеланий о видео которые вы хотели увидеть